3 августа прошлого года Центральная избирательная комиссия вынесла решение и отклонила 197 тысяч подписей по различным мотивам. Мы запросили в Центральной избирательной комиссии перечень этих мотивов с указанием номеров подписных листов и граждан, которые что-либо нарушили. И получили письменный ответ отрицательный, что такие данные не могут быть представлены, потому что все результаты нашей работы переданы в Генеральную прокуратуру на проверку. Мы ждали, соответственно, мы были лишены возможности обратиться в суд, потому что мы не знали, кто именно из инициаторов должен обращаться в суд, потому что не было понятно, работу какого инициатора признали незаконной. Мы ждали более одного года, чтобы прокуратура закончила эту работу. В последующем мы не выдержали, провели митинг протеста перед зданием Генеральной прокуратуры. И Генеральный прокурор Гурин поступил правильно, он принял представителей митингующих. У нас состоялся очень серьезный, откровенный разговор. Я сказал, что если мы не получим квалифицированного, четкого письменного ответа, то мы увеличим количество протестующих и будем блокировать работу прокуратуры. Через какое-то время прокуратура дала нам письменный ответ, и он нас шокировал. А именно, из 232 тысяч подписей прокуратура расследует подписные листы, где есть не более 8 тысяч подписей. То есть прокуратура не говорит, что 8 тысяч подписей являются фальшивыми. Она отселектировала подписные листы, по которым вообще нету никакого запроса на проверку, и оставила подписные листы 8 тысяч, только по которым есть смысл проверять. Соответственно, 232 тысячи минус 8 тысяч, 224 тысячи подписей абсолютно не является предметом уголовного преследования, и по ним никаких подозрений нет и быть не может. Письменный ответ прокуратуры впервые дал нам юридическую возможность обратиться в судебную инстанцию, через которую мы намерены обязать Центральную избирательную комиссию восстановить инициативную группу в правах и пересмотреть свое прежнее решение. И теперь у нас есть доказательства того, что в результате экспертиз, которые проводила прокуратура, не выявлена массовой фальсификацией. По нашим данным, из этих 8 тысяч подписей, которые остаются на проверке, только 500 подписей являются незаконными. Это или умерли люди, или были несовершеннолетние, или кто-то, условно говоря, фальсифицировал. То есть из 1200 сборщиков подписей могли быть и такие случаи, но они не имеют никакого массового характера. Поэтому мы считаем, что закон на нашей стороне, суд должен быть на нашей стороне, и Центральная избирательная комиссия должна пересмотреть свое решение и дать возможность молдавскому народу провести референд.